В этом уроке мы рассмотрим добавление в курс занятия в форме задания. Выберем задание из списка, введем название задания, введем описание. Для ввода описания используется текстовый редактор, который позволяет форматировать текст, вводить, добавлять изображения, аудио, видео, используя различные шрифты, включая церковно-славянский шрифт. К заданию преподаватель может прикрепить дополнительные файлы. Далее необходимо заполнить дел с датами. По умолчанию они все выключены. Если включить дату, с которой задание будет разрешено выполнять, то студенты до этой даты не смогут отправлять свои ответы. Если включить признак последний срок сдачи, то все ответы, которые отправлены после этой даты, будут помечены как просроченные. Если преподаватель хочет, чтобы после этой даты студенты не могли отправлять свои задания, необходимо установить дату, запретить отправку с некоторой даты. После чего студенты не смогут уже отправлять задание. Параметр «Всегда показывать описание», если не установлено, то студенты не смогут видеть описание задания до даты, которая задана в параметр «Разрешить выполнение задания с некоторой даты». Раздел «Типы представления ответов». В этом разделе преподаватель задает, в каком виде студент должен отправить свой ответ. Если этот признак установлен, тогда студенту разрешается отправить ответ в виде форматированного текста. Если установлен признак ответ в виде файла, то студент может загрузить свой ответ в виде файла. Преподаватель может установить оба варианта, тогда студент может приложить файл, а также еще может написать что-то в виде текста. Соответственно, если установлен в виде текста признак, то можно задать количество слов, больше которых студент этот текст ввести не может. То же самое касается файлов. При установке признака ответ в виде файла можно задать максимальное количество файлов, которые студент может загрузить, а также максимальный размер этого файла. В разделе «Типы отзывов» задаются варианты отзыва, которые может использовать преподаватель. Соответственно, или в виде текстового комментария, или в виде файла, или тот и другой, а также можно установить признак встроенный комментарий. В этом случае в отзыв преподавателя будет система автоматически скопирует весь ответ студента. И преподаватель будет вставлять в этот ответ свои комментарии, уделяя их, может быть, цветом или каким-то другим элементом форматирования. В разделе «Параметры ответа» можно не менять их, потому что здесь установлены рекомендованные параметры, но я их расскажу, потому что преподаватель при желании может поменять их. Параметр требует нажатия кнопки «Отправить» делать следующее. Если он установлен, то студент должен нажать на кнопку «Отправить», и мы это потом увидим чуть позже, чтобы сообщить системе о том, что он завершил редактирование своего ответа. Также, если этот параметр установлен, студент может хранить в системе черновик, то есть он может прикрепить ответ или разместить в виде текста, потом отложить, еще раз посмотреть и в итоге нажать эту кнопку «Отправить». Если этот параметр не будет установлен, то студенческие ответы будут рассматриваться сразу же как окончательные. Удобнее оставить этот параметр в состоянии «Да». Система позволяет задавать, разрешать новые попытки для студента для этого задания или нет. Существует несколько вариантов. Можно задать «Никогда», «Вручную» или «Автоматически» до проходной оценки. И, соответственно, задается максимальное количество попыток. Настройка уведомлений. Здесь они тоже выставлены по умолчанию, но преподаватель для каждого конкретного случая при желании может менять их. Можно задать «Уведомлять ли преподавателя об отравке ответов студентами». Если он будет включен этот параметр, то преподаватель получит сообщение каждый раз, когда каждый студент отправит ответ на свое задание. Неважно, когда было. Ранее, вовремя или позже. Это не очень удобно, потому что почта преподавателя будет заполняться многочисленными уведомлениями об отравке ответов. И это может быть неудобно преподавателю. Поэтому обычно ставить «Нет». Параметр «Уведомить преподавателя о даче закрытия задания» лучше ставить «Да». Потому что в этом случае преподаватель получит сообщение, когда студент отправит свое задание позже указанного срока. Параметр «Информировать студентов» задается обычно всегда «Да». Раздел «Оценка». Оценивать занятия в системе можно либо баллами до пяти, либо шкалой. И тогда оценка в занятии может быть зачтено или не зачтено. Обычно используется у нас простое непосредственно оценивание, без категории. А также можно создавать проходной балл. Здесь надо пояснить немножко. Когда мы выбираем тип оценки балл, то ставится максимальная оценка 5, и проходной балл устанавливается, например, 3. Преподаватель может задать и другой проходной балл. Когда мы устанавливаем шкалу «Зачет», то иметь надо в виду, что система рассматривает ответ «Зачтено-не зачтено» как 1 и 2. Поэтому в случае шкалы проходной балл должен быть указан 2, иначе никогда студент не преодолеет этот порог. И можно его вообще не указывать, что по умолчанию и делается. В общих настройках модуля указывается, что он доступен. При необходимости можно его временно скрыть и потом при необходимости опять показать. Группы и потоки будут рассмотрены отдельно. В разделе «Ограничить доступ» устанавливаются ограничения, связанные с датами, с оценками предыдущих каких-то занятий и других ограничений. Сейчас мы подробно их рассматривать в данном уроке не будем. В разделе «Выполнение элемента курса» задается условие, когда задание считается выполненным. Рекомендуется выбирать вариант, когда задание, то есть элемент курса пройден при выполнении условий, когда студент должен получить оценку. В этом параметре можно установить дополнительно дату, до которой планируется выполнение задания. Сохраняем задание. Совершаем редактирование. Можно посмотреть, как задание будет выглядеть для студента. Переключимся в роль студента. И кликнем на это задание. Студент увидит название задания, его описание и состояние его ответа. В самом начале номер попытки будет единиться, будет написано, что нет ни одной попытки, состояние оценивания не оценено и не отсутствует комментария. В следующих уроках мы рассмотрим, как студент добавляет ответ на задание в различных вариантах в виде текста, в виде файла и как преподаватель их оценивает.